Тема доклада уже вот председатель объявил значит я так ее сценарию сначала маленькое ведение, потом значит литодомин, потом биодомин и заключение я постараюсь это поскорее сделать вот сейчас вроде так сказать и все получается да? в 1961 году наш ведущий минералок, пожалуй, он остается самым крупным минералогом, его уже давно нет Дмитрий Павлович Григорьев издал монографию, которая называется «Антогения минералов» книга вызвала такой, ну не фурор, но в всяком случае очень большой интерес, потому что антогения, это термин циклобобиологический, он был применен к минеральному миру к минеральному миру ну дальше уже в 65-м в 65-м, в 65-м, в 65-м лет было издана двухтомная аминография, называется тоже «Антогения минералов» первый том был это «Индивиды», второй том назывался «Агрегаты» но индивиды примерно повторили это за авторством Дмитрия Павловича, значит Григорьева и Жабина, к сожалению я имел отчество Жабина, не могу сейчас вспомнить ну вот «Антогения» она повторила то, что хорошо очень, там было все великолепно иллюстрижено а вот агрегаты минеральные значит, получилась некоторая заминка, Григорьев не участвовал в этом, почему-то все понятно потому что минеральные агрегаты их развитие, так сказать, существование всевозможное изменение это же по сути дела уже область петрологии петрология, которая это наука громадная геологическая, так сказать дисциплина, которая там, так сказать свои законы, все это поэтому соприкоснулось и ясно что это, так сказать, получилось минеральный агрегат, антогения тем более термин не очень удачный потому что антогения она подразумевает, что я вот повторю у меня здесь этот термин в понятильной, так сказать, базы находится это то, что относится к какой-то индивидуальной общности это организм это может быть какой организм это может быть былинка это может быть какая-нибудь бактерия это может быть слон, мамонт кто угодно это биомиссия а у минералогов это минерал у которого имеется свой химический состав своя кристаллическая решетка и свои физико-химические свойства все это индивидуированное такое тело которое, так сказать, никак никуда не двинуть есть минералы все есть условия возникновения разрушений и так далее так что вот дальше значит сопоставление вот этого, так сказать достаточно сложное биомера и литомера ну я должен пояснить у меня здесь употребляется термин я ввел свою терминологическую так сказать рубрикацию она может показаться ну это есть она есть в этих сборниках спорный может так сказать неточный может быть я с вами соглашусь потому что здесь даже так сказать специалисты в этих областях которые затрагиваются они точно не могут указать что например фил у геологов нигде я не мог найти этот термин у биологов более-менее так сказать как-то вырисовывается фил другие термины то же самое например что такое формация по-геологическому да как сказать комплекс фация еще что-то совершенно тоже неясная граница этих понятий поэтому я вот рискнул так сказать как-то вот апеллировать тем что мне показалось более-менее удобно так значит в мире известно четыре тысячи триста минералов это написано значит было тоже в сборнике а четыре значит это столько антогенов как их называют из них несколько только породообразующих несколько менее десятка так спасибо ну я попробую попробую что-нибудь сделать извините извините вот юшкин юшкин вот надо вот это надо ага ну вот это то что то что так сказать таблица составлена покойным академиком значит николай павловичем юшкиным вот последний экзот то известно все более 30 миллионов видов биологических известных сейчас вот начала двадцать первого века и четыре тысячи триста всего минеральных то есть это намного порядков меньше минералов это значит так сказать материя совершенно другого порядка ну я повторяю что конечно четыре тысячи триста их даже минералы где-то не знают все эти самые минералы но несколько породообразующих они известны и вероятно даже все знают даже не будучи так сказать не прикасаясь геологической науке ну значит несколько слов об эволюции литродинизе литодомена ну вот значит я с вашего решения буду все таки считать наверное так что я буду потом обращаться к иллюстрациям более 90 процентов домена составляют силикаты так называемые плагиоклады оливин пероксен антиболос люда кварц в основе этих некоторых других минералов образующих комплексы литрофилов находится пятиатомное ядро оно геометрически представлено направленным кубическим тетраэдром с атомным кислородом вершинами вершинах и кремния в центре так это надо закрыть а свернуть можно вот свернуть вот закрывается так кремния кремния нет нет вот это это pdf файл pdf файл вот кремния а а а а а а ну вот это это простая вещь тоже всем хорошо известная правильный кубический тетраэдр в основе значит кремния и по краям кислорода вот из этого состоят практически все минералы все горные породы практически вот то на чем мы стоим это все вот вот это это на 90 процентов конечно есть другие структуры там сульфаты сульфиды значит дололида и так далее ну вот это основа дальше эти кремния кислородные тетраэдры соединяются через один кислород в различные значит структуры эти структуры вот вот ну это самое простейшее значит вот так так к сожалению по моему это не видно почти видно да вот это возьмите вот возьми ага а куда тут сжать а ну вот 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 это значит основа вот этот райдер вот он соединен через один вот кольцо кольца кольцевые силикаты вот силикаты так называемые цепочечные ленточные слоевые и вот каркасный силикат вот такой вот значит такая форма все других структур нет не установлено основа так теперь дальше видите кремния кислородные тетраэдры соединяются только через кислород другой формы соединения нет я не знаю может быть кто-нибудь присутствующий здесь коллег скажет так кремния из кремния может такого я не знаю или искусственно соединены есть какие-то алюма силиката что-то есть но кремния с кремнием не соединяется поэтому через кислород образуются вот такие вот формы и более сложным вот теперь дальше все сейчас минуточку ой 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 ну ладно я пока буду рассказывать значит это самое образуется значит из этих минералов образуется основной тип пород земных вот которых начиналось развитие земли это порода основного утрасновного состава что значит порода это сочетание минералов которые Вот, может быть, можно так вот поставить? Из которого состоит в основном земная кора, нижняя часть земной коры. Не земная кора, а дизосферы. Состав этих пород – это оливин, это пероксены, и это основной плодиокласс, начиная с анархита и кончая, значит, лабрадором. Ну, вот это вот основная особенность, это вот главное. Что, кстати, характерно и для соседних небесных тел. Известно, где Луны хорошо, у них массивы анархитозитов можно на Земле наблюдать, светлые такие пятна на фоне базальтовых этих морей, так называемых. И установлено, вот, к Юриосити установила, значит, на Марсе тоже самое, те же самые породы абсолютно того же состава, никаких новостей. И судя по отражательным способностям Меркурия, тоже тоже там. Это самое, ну, с Венерой вообще вопрос очень сложный, потому что она закрыта так, что там толком не распознать, что там находится. Ну вот, значит, это вот первый – таксон, вито-таксон, это основные породы, ультраосновные. Второе – это осадочные породы. Что такое осадочные породы? Осадочные породы – это то, что получается в результате ретрогенеза именно первоначальных вот таких пород. Распадение их на отдельное минеральное, дезинтегрирование. И потом цементация их, значит, в плотную, такие, значит, скальные породы, которые мы тоже хорошо знаем, что это песчаники, известняки там и так далее, и так далее, и так далее. Это второй тип пород. Они могут быть, кстати, органогенами, то есть состоять из остатков органических каких-то, значит, остатков раковин, морских животных или наземных животных и так далее. Вот третий тип – это метаморфические, третий, так сказать, лито-таксон – это метаморфические породы, метаморфические, которые образуются за счет осадочных счетов магматических, ну вот они, значит, образуются в твердом состоянии в результате перерождения их в условиях высоких температур и давления, но для этих пород характерен… не как-то, да? А, вот он компьютер. А, вот-вот-вот-вот-вот, вы знаете, это вот, ну, вот этот, это. Вот и этот открыть. Во-во-во-во, все. Должно быть все. Меня простите, пожалуйста. Так, это самое как-то тут так. Сейчас. Ну, собственно говоря, тут я… Знаете, я просто запускать буду то, что вам нужно. Ну, вот эта решетка. Решетки так, теперь, значит… Теперь можно листать вот где. Вот здесь вот, раз, переходим на другой рисунок. А, ну вот, вот эта структура мускамита, хорошо, всем известный светлые следы. Вот, прямо-вот, сразу-вот, это трайдеры. Так, где-то мне дали хороший указочек, очень. Вот они. Видите, а это атомы калия, алюминия и, значит, вода. ОАШ, группа ОАШ – это своего силикат, который, так сказать, находится в основном в гранитных породах. Так. Ну, вот, значит, метаморфические породы. Что тут интересно? Так, кстати, вот мы говорим про развитие и про ретродинесса. Значит, развитие – это прогрессивная стадия метаморфизма. Она тоже разумеет преобразование, значит, пород осадочных или магматических в более высокотемпературные минеральные ассоциации, которых к осадочным не будем. А регрессивная стадия – это, значит, преобразование в более низкотемпературные ассоциации минералов, которых много, и это, значит, происходит под влиянием воды. Обязательно в, так сказать, присутствии группы ОАШ. Вот. Терригенный эмпирокластный материал. Магматический пород создает. При соментации породу, я повторяю, значит, осадочный, который превразуется в паропороду. А это, значит, остальные – ортопороду. Так, теперь дальше. У Земли проблема источника материала мощных терригенных толщ, венчающих литосферу Земли, остается неразрешенной. Почему? Причина безусловной нереальности существования гранитоидных формаций в масштабах, достаточных для обеспечения данных толщ при их литрогенетике квартус, при вашпатном обломочном материале, в котором преимущественно они состоят. Но дело в том, что песчаников на Земле в оболочке столько, чтобы откуда взялся кварт и полевой шпат, невозможно, так сказать, объяснить наличием каких-то древних, размытых гранитоидных мотивов, где только этот кварт может быть, кварт и полевой шпат может находиться. Кстати, ни кварца, ни вот кислого плодиоклада, ни следы нигде на соседних небесных телах пока не обнаружены. Но если я не прав, я буду очень благодарен, если мне укажут, где источник, значит, чтобы я мог отмокровать. Я не нашел вот такого. Есть доцита, есть, значит, кислые какие-то аналоги, есть очень туманно, я бы это скажу. Ну вот, теперь, значит, вот и опять про литродинез. Что характерно для, вот особенно в аспекте сопоставления это с биомером, то, что на последних стадиях всех процессов магматических и метамортических образуются регрессивные серии минералов, и в основном на них падают все полезные ископаемые. То есть это в основную фазу обычных полезных ископаемых заключений, ну там, стройматериалов всяких обычно не образуется. Ну, может быть, некоторые бедные железные руды, может быть, даже золоторудные месторождение. Это образуется не только в условиях, значит, регрессивных. Что значит, как это может происходить? Вот здесь я хочу упомянуть, значит, фамилию Шлейдершена. Это был такой ученый, немец, немец, который, значит... Листать, вот. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот сюда листать, сюда листать, а сюда обратно. Ага. Ну, этот туалет, это просто минералы, я уже это самое... Значит, сейчас. Не вниз, а влево или вправо? Куда? Влево. Вот. Да. Вы сняли с рисунка... Погодите, погодите, погодите. Это не так. Это не так. Я пока буду рассказывать. Ну, значит, вот, большинство этого у него есть великолепные монографии середины прошлого века Шневерхена, значит, где он писал о так называемой регенированном месторождении. Как возникает месторождение полезных из-за коронавируса? Да за счет миграции тех компонентов, которые находятся в среде, где находится месторождение. Не надо ни на гости и влево, никуда, ни в ядра, ни в манчу, никуда. Они на месте возникают. Все бы хорошо, но, но. Механизм миграции, тут же вопрос. Как же получилось так, что все они, так сказать, мигрируют? В изолированных объемах. Этого объяснить, конечно, Шендерхен не был текстонистом, не мог. Ну, и тут это, так сказать, соприкасается, эта проблема с нефтяными месторождениями, другими. Значит, вот образец таких месторождений, которые находятся... Это рудные тела, это, собственно говоря, месторождение Корнапское, по-моему, Грейзеновское, Грейзеново месторождение, значит, это в гранитном массиве находится, обогащенный кассетеритом тела. Вот эти вот. Вот они идут вот таким образом. Они имеют определенную форму, они идут через определенный интервал, вот, и они имеют, значит, повышенные, это самое... Эти, вот это вот пространство, они объединены кассетеритом, оловом, то есть, кассетерит, это, простите, я не сказал, это значит смело. Значит, вот это просто пример такой геологический, значит, вот такого одного из типа. Главное, подчеркиваю, ритмика, и вот определенная форма. Ну, так. Да, сюда. Вот, если суммировать материал по другим месторождениям, получаются вот такие структуры. Вот это вот рудные тела, они ограничены вот такими вот, так называемыми, как я, значит, пытался вести этот термином, как-то, латентные структуры, то есть они не имеют выражения кинематического. Это, они считаются только вот по наличию вот этих рудных тел. Вот они, значит, так вот, они, так сказать, такой формы имеют, такую ориентировку, кстати говоря, это все. Я повторю, это значит на основании анализов месторождений мамской пигматитовой провинции. Это вот материал довольно многолетний, потому что сложные жилы, сложно их изучать было. Ну, в общем, короче, борясь вот так вот. И вот в промежутках, это гранит-пигматит, так называемый, вот, и в них обеднение этими компонентами, то есть вот, какими компонентами? Главным образом обеднение калием, потому что, как известно диалогам, значит, пигматит в основном имеет калиевый состав. Ну, вот это тоже одно из видов, тоже таких же латентных структур, вот, значит, они с этим сами. Ну, и что дальше? Вот ритмика, это зарисовка кальера, где, ну, тут вот это гранит-пигматитовый, вот это масса, вот это основная, пигматит, гранит, гранитоги, гластогранитоги. Так, теперь дальше, значит, вот ритмика кварцевых этих самых, которая идет в кристаллических сланцах. Это Чугаческий хребет, это северное оконечивое американских кордильер, это недалеко от Анкориджа. Анкориджа, значит, вот пришлось выйти из машины, я видел, снял вот это. Вот это снимок из монографии Шафрановского, Ларина Ларионовича, значит, то же самое такая вот видна ритмика. Что дальше? Значит, вот ритмика облаков, облаков, то же самое. Вот ритмика облаков, которая видна из космоса. Это космический снимок. Тоже видны такие струи эти самые. Когда я с этим подошел к довольно высококвалифицированным, значит, метеорологам МГУ, они развели руками, сказали, ну, это волновые изменения. Я говорю, ну, какие же волновые? Никаких волновых тут нет. Есть сегрегации. Сегрегация в какие-то места, значит, в водяных порогах, потом превышение точки росы, потом выделение в виде облака. Это самое, значит, вот... Так что у них волновая. Волновая, кстати, никак волновую теорию не притащит. Так, ясно. Теперь дальше. Вот это график, график, который, за который, простите, я делаю маленькое лирическое отступление, значит, мне зарубили кандидатскую диссертацию, это было полвека назад, в Москве. В Москве я был на плену МВАКа, где, значит, меня дербали по всем этим странам. Ну, уж я так поделюсь. В чем дело, значит, дело в том, что москвичи все ферсманисты. Простите, тоже термин может быть неудобный. Ферсмана все знают. Знают, что такое пигматит, это остаточная рестмагма, она поднимается вверх, и она застывает и дает, значит, все полетные ископаемые кандидаты. Это закон, который, из-за этого строили всякие, значит, методические правила, разведки и так далее. А вот это показывает, что вот в данном случае, вот это фоновый гранит-пигматиты. А вот это гранит-пигматиты, каждая точка, это полный силикатный анализ, то есть химический анализ. Показывает резкое обогащение натрия. Вот, вместе с кальцием. Кальцием, видите? То есть это пладиоклассы. Вот это вот. А это тут микроклининг, то есть калиевый полевой шпаж. Вот обеднение, резкое обеднение. А здесь вот нормально гранитное содержание. Ни в чем дело. Это значит, что калий мигрировал туда, и значит, это тело образовалось в результате собирательной перекристаллизации. Потому что, если бы это было внедрение, был бы ореол, естественно, заражение калием. Это было совершенно... Вот за это сказали, что это не так. Это потом, значит, была целая там история. Потом меня спас вот Татарина. Павел Михайлович был такой у нас, член корр Академии наук в нашем горном институте. Вот он там был членом совета. Значит, вот, если бы его не было, я бы так же, как Гродницкий, еще кто-то, был бы завален. То есть это самый вот такой вот эпизод. Ну, извините меня за такое юридическое отступление. Значит, вот. Ну, да, вот эти, значит, структуры, они имеют... Это... Что это? Электрогенез. Электрогенез. Литоретрогенез. Они, видите, имеют позицию, независимую от структуры фона. То есть вот эта часть мамского региона, вот это 10 километров здесь вот. Вот эта структура латентная. Вот здесь вот сосредоточены основные жилы. Жилы. Вот какие анатомии, которых я уже показывал. Здесь вот они вот есть. Это вот, значит, еще там. Мамская провинция, она тянет километров на 300. Вот так вот. То есть это громадный, так сказать, регион, где вот, который поставлял 90% московида СССР. Когда-то было сюда, она вот нужна для всего, для радиоэлектроники, для всяких других дел. Ну вот. И вот это вот график. Составленный, не составленный, простите, значит, это самое, в институте геологии Докембрия, в монографии, значит, геология, металлогении, метаморфических поясов Докембрия. Вот это вот, значит, показывает, вот по времени. Время. Это вот 3500 миллионов лет. Это вот 1900 миллионов лет. Это, значит, вот уже почти современные на криптозой переходят в, значит, фанерозой. Тембрия. Вент, конечно. Значит, вот самая большая группа месторождения, вот все тут написаны, значит, по всему миру. Это вот 1900 миллионов лет назад. Все это регрессивный метаморфизм. Благодаря этому у нас есть и железо, и золото, и вот все те металлы, которые здесь есть. Это основной поставщик вот этих вот, значит, этих сырья. Так, ну вот, в общем-то, про это теперь. Про биодомен. Про биодомен, простите, я так сказать. Вот, значит, это тот же самый тетрайдер. Тот же самый тетрайдер, что и в минералах, силикатах. Видите? То есть это самое в центре карбоната, значит, углеродом по сторонам находится, это самый известный вам метан. Метан совершенно, так сказать, в чистом виде. Метан эндогенный. Метан эндогенный. Почему эндогенный? Тут я одну графику пропустил. График, который показывает, что основная масса месторождений наших, и не та же по всему миру газовых месторождений углеводородов, они находятся ниже значительно, чем месторождений нефтяные. То есть, если бы нефть выделяла эти газы, они бы должны были бы наверху быть, а они внизу. То есть это совершенно, сейчас уже седьмая идет конференция, это чтение, посвященное Кудрясову в Москве, посвященное неорганическому происхождению битумов. Ну, сейчас уже, кажется, сейчас доменяет этот вопрос совершенно ясный. Ну вот, вот это, значит, основа, структура всех углеводородов. Начало, начало. Потом начинается, значит, соединение, получается, алканы, потом получается, значит, алкины, получается вся группа вот этих вот цепочных, циклические, усложнение, усложнение получается много, значит, уже того. Почему? Потому что водород с водородом соединиться не может. Он одновален. Соединение идет число углерод. Улерод цепочки дает гигантские, так сказать, это... Вот это я считаю... Ну, не я, конечно, считаю, это уже, так сказать, известно. Для меня это известно уже, так сказать... Ну, вот, значит, сейчас я... Ну, вот это самые простые соединения, которые возникали на заре, так сказать, развития биодомена. Вот это кретчатка, то есть целлюлоза, вот целлюлоза, вот, и вот хитин. То есть, разница в чем? Вот группа образовалась. Это группа, которая говорит о том, что, значит, это уже органика, которая относится не к растениям, потому что целлюлоза это все не растения. Это уже пошли, значит, все. Что хитин входит, он, во-первых, представляет, по-моему, 90% всего биовещества. Биовещество это хитин. Вот. Он входит в состав микотоксона, то есть грибы, они из хитин много. Хитин, значит, во многих костях, и у нас хитин есть. То есть, это очень обычное, такое вот, очень старинное изобретение. Вот это, значит, биологическое такое изобретение. Дальше. Значит, имеются вещества, которые одинаково почти вызовут и для растений, для животных. Это растения, это хлорофил, это парфириновое кольцо, значит, да, растения. А это вот наш гемоглобин, основа гемоглобина. Жилета, которая соединяется с кислородом и легко его отдает. Вот для чего мы дышим, и кровь, значит, несет вот то, что она должна идти. Ну, вот эта структура очень простенького протеина, белка, видите, какую сложность она имеет. Ну, это какую-то, я взял, так сказать, просто на скидку фотографии из этого самого интернета. Ну, вот, вот, видите, кто-то, в отличие от неорганики, органика получилась вот такой вот, такой, совершенно такой. Ну, дальше, значит. Ну, это вот, значит, усложнение гернала. А вот, ну, это вот мышца такую, которую мы видим, вот, в принципе, на величине, вот это уже идут вот эти вот самые, как они называются, вот это парфеиновое скопление. Вот это цепочки парфеина, которые вот здесь это увеличить. Ну, это вот, в общем-то, уже старый материал, мне интересный. Это, значит, фитодомен, фито, фито, таксон. Что это такое? Ну, значит, это все растения, тоже график, который известен всем, это, по-моему, даже в школе, в школе, в детстве. Разные группы растений, вот покрытосеменные, там, папоротники и так далее. Обращаем внимание, вот вымершие, вымершие, псилофиты тут, древние папоротники, вымершие. Вот, вот эти, значит, вымершие, вот, сколько вымеровало. То есть, получается, такие вот эти вот силы, они ограничены, они не тянутся сюда. И только вот некоторые, видите, они выходят, вот, так сказать, существуют вот сейчас у нас. Вот то же самое, примерно, можно сказать и про, значит, а, ну, вот это биофилл. Не фитофилл, а, значит, зофью. Это, значит, рисунок, не рисунок, а схема, которая, это Ярдов Шаблен, тоже, наверное, известный вам. И мне вот это, пожалуйста, вот все эти наши, эти самые, они замыкаются. Вот имеются ли эти ножки или нет, это очень спорный вопрос, вот откуда что произошло. Важно, что вот имелось такое животное, которое вот находилось, так вот, а мы где-то находимся вот в таком вот, по-моему, в таком, каком-то интересном месте. Ну вот, так. Так, значит, дальше. Основное, значит, свойство био-антогенов, био- и хито-антогенов, то, что антоген зарождается, антоген живет, и антоген погибает. Это время, био-хрон, био-хрон, я считаю, вот так, может быть, его назвать, это хронологическая шкала, которая применима для биосферы. Имеется и астрономическая шкала, имеется и другие шкалы, когда они не поставили. Что характерно для, значит, роста и угасания, вот, антогенов, значит, зо-антогенов. Ну, так сказать, вы знаете, процесс старения, он идет, значит, с определенными признаками. В частности, вот у многих животных наблюдается гигантомасия, то есть это самое, они приобретают гигантские формы. Так же, как и в уменьшении. Вот это, значит, одно из пермских аммонит. Вот это, значит, вот такая вещь. Дальше, вот тоже, ой, извините, я сейчас и потом верну. Вот это, значит, пермский период, последний аммонит пермского периода, взятый из интермета. Видите, он разворачивается, он старается сделаться прямоугольным. Почему? Потому что основой для него был вот этот вот Артоцерос, Индоцерос, который, кстати, у нас вот под нами, по-моему, или во всяком случае, в Ненградской области. Это Путиловское месторождение ордовийских известняков. И, конечно, строительным материалом и раньше, старых мостовых, когда выходили, можно было видеть препарированные вот эти вот, значит, стержни. Интересно, этот, значит, вот этот аммонит, это головоногое вот это существо, оно родилось где-то в начале ордовийского периода. То есть это 570 миллионов лет назад, или что-то в таком, нет, 470, прошу, простите, ну, по-моему, 570. Значит, вот оно было таким. Потом часть их начала заворачиваться и дало всего, всю массу гониатитов, это самое, полеозойского периода. Они жили очень хорошо, а под конец, значит, они стали распрямляться, стремясь принять вот это, вот уже сила, силогенное уже изменение, то есть сил, он отмирает, и вот они стараются так-то делать с таким, как был их проводитель. Ну, характерно, что вот эти самые, вот тут раз, они дожили до, по-моему, юры до средней, или нет, ну, где-то они еще, до мезозои они дожили. Они пережили своих вот этих болей совершенных, то есть, чем проще организм, тем дольше он живет. Ну, черепахи возьмите, сколько живет, и сколько мы с вами живем. Ну, ладно, не будем уж так это самое заострять. Будем жить как черепахи. Ну, вот, видите, не получается. Так, значит, теперь я хочу здесь все-таки зачитать, потому что я боюсь, что я что-то пропустил. Значит, в литодомене отдельные, значит, вот, антогены, они в жизни их соразмерно по длительности с самим филом. То есть, если плагиокласт где-то кристаллизовался в конце архея, он может дожить до наших лет совершенно спокойно. Даже более того, базальки некоторые, не распристаллизованные были, стекловатыми, они дают кристаллы, уже кристаллизуются, так сказать, в твердом состоянии. Вот, то есть, это совершенно другое. И вот это вот главное отличие. Вот то, чтобы, значит, соразмерность точно соответствует филу. Правда, происходит, конечно, тут замещение. Нет, сейчас, 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 я хочу к началу вернуться, что-то у меня не получается. Сейчас, сейчас, опять начало повторяться, ну ладно, ничего. Значит, я тогда постараюсь. Здесь изобразить то, что было. Значит, вот фил, фил, зоу и фито. Вот онтогены. Вот существование фила. Все. Кстати говоря, вот эти границы точно никто не может указать. Когда-то вымер. Да, примерно, вот когда-то мы уже больше не встречаем, но точно именно это вот обрезано тут было. И так, и тут уже не родился. Как выглядит это у лита, так сказать, таксони. А лита таксони вот как выглядит. Это я там у меня в тортове не смог открыть. Вот такая вот есть картинка. Вот, значит, это единая порода. Начинается с дунита. Дунит это порода, состоящая из оливина. Из оливина. Вот это оливин. Здесь вот. Оливинит. Дунит. Вот происходит замещение оливина, значит, серпентином. И в конце концов получается метаморфическая порода, которая, вот она состоит только из серпентина. Вот такая вот такая может такой вид. Внутри силов тоже может происходить изменение минералов, такое же, вот так сказать, по типу, так как у организма, значит, развитие разных-разных форм старения. Это могут быть и фаллицентрические двойники, правда, сумерметиты там и другие. Так что вот, а вот в природе это так, ладно. Значит, это так. Теперь я все-таки, давайте, прочту, наверное, потому что я уже, по-моему, заговорился. Заговорился. Это самое, я прочту заключение, с вашего разрешения. Здесь, так сказать, трудно очень мне, потому что материал, если бы я был аналитиком, я им завидую, да, в тех пор и нахожусь. Потому что тут все-таки... Так. Еще, 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 сейчас, 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 не найдем, все. Так. Вот. Значит, основной закон биоматерии, невозможность обратного превращения мертвой ткани в живую. При полной реставрации биогена, я повторяю, потому что мы знаем пересадки кожи. Бывают, так сказать, от мертвых тел, пересаживается сердце и так далее, можно... Но с полной реставрацией. Это невозможно. Для антогенов биодомена характерна холоматическая пространственная дискретность на фоне водной, воздушной, почвенной или каменной биосреды. А для антогенов литодомена – континуальность на фоне литосреды. Биодомен мы не можем ничего с ним делать. Вокруг каждого существа должно быть и жизненное пространство. Биодомен не может существовать. А для литодомена минерал должен соприкасаться. Тогда он существует. Если минерал дезинтегрирован, тогда он уже, значит, перестает существовать, переходит в другой вид, значит, горных пород. Динамика эволюции бита и битодомена имеет ряд общих моментов в расхождении их эволюции. Вместе с тем имеется для доменов живой и неживой природы общая и непосредственно выдержанная закономерность. Ретрогенез и в том и другом случае неизбежно креативен. Ретрогенез и биодомена, и это самое, он креативен. То есть получается полезное ископание, получается новая порода, получается биодомен. За счет гниения получаются новые формы, благоприятные для развития и так далее. Или же получается вообще просто биолиты, получается новое то самое. Так, значит, вот самое последнее. Общностью развития бита и битодомена является идентичность начальных классов, заключающихся в образовании исходных простых звеньев, геометрически представленных в том и другом и другом тетраде. Эволюция обоих доменов осуществляется резко различными путями. Крюмон кислород и тхайдер, способные соединяться между собой только через кислород, создали шесть типов кристаллических решеток, а сформировали цепочные, кольцевые, ленточные, слоевые и каркасные. Это предопределило развитие прозаобразующих генералов, сформировавших литопилы изначальных магматических пород. Тетраида ЦАС-4 формировала цепь алкана, тело, кольца, бинтол, ветвящийся структурной конструкцией, явившись после вхождения в них кислорода и азота, аминокислота, затем белковые другие витальные вещества, структурные решетки, тхайдерсных. Вито-антогенов одинаковые. Био-антогенов протеина различные. То есть у всех из нас разные белки. Даже у ребенка и у матери белки разные. То есть у них это диктуется там, правда, ДНК, имеются транскрибирующие особые, так сказать, белки, которые строят из аминокислот белки. Но это все равно даже такого белка нет. Хронометрия и для литой, и для биодомена определяется по двум разнопорядковым шкалам. Он-то и фино-хилы, хронометражи для литотоксона, в принципе, совпадают и составляют от десяток минут до сотен миллионов лет. Десятка минут – это могут быть черные курильчики, это могут быть извержения вулканов, там даже формируется сера, там выпадает. И многие видят самосадочные озера. Для биодомена шкала резко различен, для зоо-антогенов. От десятков секунд простейшие до тысячи лет секвой, для биофилов до десятков и сотен миллионов лет. Полный хрометраж с определением границ того или иного биофила пока не осуществим. Уверен, аффектируется значительно больше биологически устойчиво растений сравнительно с животными. Они отличаются от последних. Быстрой регенерацией, развитием, размножением, высокой резистентностью к неблагоприятным условиям существования. Это обстоятельство позволяет прогнозировать будущее наступление в фитозойской эры вследствие тенденции к угасанию большинства в организованных биофилах зоотоксона. Четвертое. Лизотоксон, представленный на земле типами магматических и метаморфических осадочных пород, слагающих литосферу в космосе, достоверно представлены основными и осадочными образованиями, сложенными антогенами практически идентичной земле. Неизвестных минералов в ближайшем космосе пока не зафиксировано. Следовательно, формирование земли в соседних небесных тел на этапе образования данных лизофилов происходило в тех же условиях. Лизофилы, принадлежащие гранитным и деморфогенным формациям, соответствующий антогене и металлогене и свойствам только земле, равно как и отсутствующий в ней ее биодомен. Необходимость научного поиска генетической связи между литой и биодоменами земли представляется безусловной. Но это я Америку не открыл, это уже говорилось. Теперь диаметрально противоположными свойствами литой биодомена являются континеральность и дискретность. Если порог дезинтегрированный на отдельной состанной ионтогене, минералы, она как литошин перестает существовать. Я повторяю, простите, пожалуйста. Ну, помедленно тогда я затяну время, я вас задерживаю, все устали, все хотят кушать, вот я главное даю. Диаметрально противоположными свойствами лита и биодомена являются континеральность и дискретность. Если порог дезинтегрированный на отдельные состанной ионтогены, минералы, она как литошин перестает существовать. Если биоантогены насильственно, беззазорно соединить вместе, лишив их жизненный процесс, они перестанут существовать так же, как и биофил, которым они им принадлежат. После разъемного механического разрушения магматического лизофила фрагменты дебриса породы сохраняют свойства литаантогена, представляя материал для образования нового классического литофила при условиях их цементации. Противоположность этому приносительное создание беззазорной концентрации биоантогена любого биофила произойдет их некростаз, то есть умерщвление, равно как и прекращение существования самого тела.